Всем привет! Вот так не торопясь мы добрались до последнего видео урока марафона детской прически. Марафон проходит в инстаграм, в аккаунте Эльвира Алекса Хайр. Приходите, подписывайтесь и будете участвовать в этом или в других марафонах. Для начала я хорошо ручесала волосы, как обычно, можно поработать бриллиантовым блеском, увлажняющим лосьоном, наделила верхнюю зону и вот забрала хвост. С двух сторон от хвоста отделяю не очень толстые пряди. Из этих прядей буду заплетать косичку, соответственно от толщины пряди будет зависеть от толщины вашей косички. Стараюсь, чтобы они были примерно равные, две пряди по краям. И заплетаю косичку трехпрядную во всю длину волос, какая длина позволится мне. Заплетаю, чем длиннее, тем лучше, тем удобнее потом брать. Даже если у вас такой не очень короткий каскад, церно эту прическу можно тоже будет сделать. Потому что это прям не совсем-совсем короткий, чтобы на лакушке волосы стояли дыбом. Вот отделяем, можно поднять наверх. Отделяем. Можно вот в этом месте сделать хвостик сначала. И только потом опустить, отпустить вот эти верхние волосы с косичками. И все вместе зафиксировать еще хвостик. Либо можно фиксировать все за один раз. Это как вам удобно. Раскладывайте волосы так, чтобы косички были по бокам. И немножко вытаскиваем косички, сам хвостик немножко расправляем. Добавляем ему чуть пышности волоса. Можно предварительно обработать, например, кофры. Тогда будет больше объема, но это по желанию. А так, если ребенка, то вполне можно чем не обрабатывать. Подтянули, поправляли все. И следующий хвостик делаю такой, следующий пузырек делаю точно так же. Убираю, откидываю наверх волосы, чтобы они мне не мешали. И на этот раз я уже зафиксирую хвостик резиночкой. Покажу, как я это делаю. Чтобы было понятно для тех, кого получается похуже. Или очень густые волосы, тяжело с ними справляться. Или очень сыпучие. Сначала я фиксирую вот так вот хвостик. Подхват собрала. Подтянула хорошо. Спускаю сверху волосы. И их размещаю уже при помощи... Также прикрепляю при помощи резиночки к этому хвосту. Раскладываю, расставляю косички, сам хвост основу. И фиксирую силиконовой резиночкой к хвосту. Снова все хорошо подтягиваю, чтобы две резиночки... Чтобы верхняя резиночка перекрывала нижнюю. Не торчала куча резинок. Все хорошо натягиваю, подтягиваю, поправляю. Снова вытягиваю немножко косички. Вытягиваю немножко хвост, добавляю. Можно ничего не вытягивать, можно все так оставить. Например, если две косички такие сделать, ничего не вытягивать. Просто косички по бокам будут идти. Красиво оформляйте хвост. Также делаю следующее. Когда подхваты заканчиваются, продолжаю точно так же. Только уже не подхватываю никаких хвостов. Если у вас... Вот я показываю, как если у вас, допустим, длина боковых косичек закончилась. Не очень длинные волосы сверху. Каскад какой-нибудь длиненый. А хочется продолжать. То вы расплетаете остаток косичек. Отделяете новые пряди с обеих сторон. И заплетаете примерно такой же толщины две косички. С одной стороны и с другой. И продолжаете вашу косу, вашу прическу. Вот такой несложный вариант. Очень интересный. Вполне подойдет для школы, для детского сада. И времени занимает не очень много. И я надеюсь, что благодаря этому марафону вы каждый день делаете новые прически своим девочкам. Не только этому, но и другим марафонам, которые уже проходили. А вообще всем видеоурокам, которые находятся у меня на этом канале, на основном канале. Поэтому подписывайтесь на мои каналы. Подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылки под этим видео на канале YouTube. И, конечно, страницу на Instagram. Тоже там проходят всевозможные интересные марафоны с призами. А с вами была школа петельных кос Александровой Эльвиры. И до новых встреч, на новых видеоуроках, на новых марафонах и в моих социальных сетях. Пишите комментарии, ставьте лайки.